Всем добрый день, мои хорошие! Пока сижу на работе, спать хочу, устал. И вот решила вам рассказать очередную историю, реальную, то, что я вижу каждый день. Но эта история, то, что я вам хочу рассказать, это конец, конечно, очень печальный. Но перед тем, как начинать рассказывать печальную, я вам скажу, что и действительно есть, и хорошее. Например, как вы относитесь к онлайн-знакомствам, онлайн-романтическим отношениям? Ну, имею в виду, особенно по ТикТоку. Вы верите? Да, я верю. Но если, конечно, не обманывать. У меня, например, есть друзья, который, он живет в Краснодаре, она в Белоруссии. Вот, они познакомились по ТикТоку. Ну, вот, через год они соединились. Вот она поехала к нему. У нее есть дочка от первого брака, и у него есть тоже ребенок от первого брака. Ну, вот. Сегодня они даже мне позвонили, они даже приглашают меня как бы на свадьбу, ну, так, на вечеринку. Но, к сожалению, я не смогу поехать, потому что из-за санкции. Я думаю, так, если вы знакомитесь по ТикТоку, то лучше говорить правду, чем врать. А потом выходит это все. Потом выходит то, что выходит. Ну, вот, очередная история. Девушка, которая себя летняя, извините, женщина. 48-летняя женщина, которая себя выдала 35-летнюю, выложила себе аватарки, как чуть ли не девочки. И, конечно, мальчики клюнули. Ну, конечно, такие фотки она оставила, что я сама клюнула. Боже, какая она видная, сексуальная. Боже, ну, такая была. Ну, такая, ну, не говорю, что такая сексуальная, ну, просто такая, значит, аппетитная. Ну, я там ей бы дала, блядь, 27 даже, не 35. Ну, вот один мальчик влюбился. Ну, ему тоже лет 35-36. В общем, она живет в Бельгии. Ну, вот он добивался, добивался ее телефона. Ну, она сказала, понимаешь, у меня есть ребенок, я разведена, и мне 35 лет. Он, ничего страшного, ты мне очень нравишься, а я холостой. Я женюсь на тебе, твой ребенок и мой ребенок. Ну, вот они так год общались, он должен был в этом году поехать к ней, то есть, чтобы соединиться. Что случается, так как она в ТикТоке засунула свой нос, куда не надо, ее любимые подруги, так как она всем рассказывала свою жизнь, подругам же хорошим рассказывала свою жизнь. А ТикТок, это же такая штука. Надо знать, кому что рассказывать, кому что делать. Ладно, дело было так. У нее была подруга, тоже в Бельгии, которая знает ее жизнь. Всю жизнь ее знает. Сколько раз она была замужем, сколько ей лет, под каким она документом сдалась. Вот реальную ее жизнь. Ну, один прекрасный день, они просто поссорились. И вот эта девушка, которая выдавала себя за 35-летнюю, решила подругу наказать и выложить ее данные через ТикТок и наказать. Вот была ее ошибка. Если ты хочешь наказать твою подругу, вы все-таки подруги были, не забывайте. Я думаю так, просто пригласи ее или позвони, поговорите, не знаю, встретите и выясните ваши отношения между вами, а не в соцсетях. И, конечно, подруга что сделала? Она взяла и позвонила парню этому видеосвязи и сказала, дорогой ты мой, она тебе вредит. Она дважды замужем была, ей 48 лет. Она с тобой, когда разговаривает, она разные фильтры ставит. Да, она делает, конечно, разные операции и все. Выглядит на лет 30 с чем-то, но ей 48. У нее двое детей. Конечно, дети от разных мужчин. Она просто думала тебя привезти сюда, охмалить тебя. Ну, а потом, конечно, ты никуда не денешься. А для доказательства, конечно, попросила, чтобы она доказала это, что это не вранье. Она, конечно, доказывала, показывала ему фотки, показывала с первым мужем, с вторым мужем. И, конечно, этот парень очень плохо перенес. И они оба исчезли с тиктока. Я слышала, что у нас сразу исчезло с тиктоком. Та, которая себя показывала, что якобы я, да я такой человек, да вы не знаете, кто я такая, да я во всем, да я... Понимаете, и с этого ничего не стало. А тот парень просто... Мне парня жалко было. Он влюбился. Он влюбился. И он просто не ожидал. Он... Вот так он сказал, что как будто в нож спину, понимаете? В нож спину. И мне вот, когда я с ним по телефону разговаривала, честно, да, и он... Говорит, я после этого, я не знаю, смогу ли я поверить кому-нибудь. Я говорю, ты только можешь поверить, если ты с кем-то встретишься вот так. Так что, мои хорошие, если вы хотите знакомиться с кем-то, не делайте глупости и не обманывайте. Не обманывайте людей. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. В общем, такие дела. Любите, знакомьтесь, цените друг друга. В общем, а следующая история будет тоже реальная история, которая случилась 12 лет назад. Я просто ждала, пока мне подтвердят, она вернулась или не вернулась. Чтобы вам рассказать до конца. Очень интересная история. Она славянка, он испанец, но она бросила все и уехала. Даже ребенка. Следующая история будет про нее. Всех любезет, всем пока-пока.